Всем привет! Вот наконец-то настает то время, когда становится доступна фаза 7 игры SnowRunner Compute and Conquer. С ней приходят и новые автомобили. Это видео об одном из них, а конкретно о Горбай 4, который относится к классу скаутов. До сути событий напомню, что вы можете подписаться и поставить лайк. Ну а начинается все по традиции с внешнего вида. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Краткая историческая справка. Прототипом для Горбай 4 послужил советский автомобиль ZAS 965-965A «Запорожец», выпускавшийся в Украине с 1960 года по 1969 год. В отличие от американских автомобилей того времени, имея узконаправленную гражданскую целевую аудиторию, ZAS 969 имел точные европейские черты того времени. Он был мал в размерах, всего 3 с небольшим метра в длину и менее полутора в ширину, имел достаточный клиренс в 175 мм, передняя колелья его была чуть уже задней, обладал весьма небольшой массой, имел заднемоторную компоновку с приводом на задние колеса. А очень сильно роднил его с европейскими коллегами тот факт, что в Советском Союзе, в отличие от военных автомобилей, для которых не жрели объемов двигателя и как следствие расходов топлива, комплектовался он весьма скромным двигателем Мелитопольского моторного завода объемом 746 и впоследствии 887 кубических сантиметров с расходом топлива в смешанном режиме приблизительно 6 литров на 100 км. Топливный кризис с начала 70-х был еще далеко. У Европы не было своего топлива и европейские страны тоже выпускали малолитражные автомобили. Мощности двигателя с DASA 965 по техническому паспорту должно было хватать на скорость в 100 км в час, но на практике средняя скорость колебалась от 40 до 70 км в час. Однако ценился он не за это, а просто за сравнительно невысокую стоимость, неприхотливость в обслуживании и ряд его технических характеристик, включая клиренс расположения мотора, которые давали ему некоторые преимущества в передвижении по относительному бездорожью. Этот автомобиль и по сей день вызывает улыбку и уважение. В игре Гурбай 4, созвучно одному из его прозвищ Горбатый Автомобиль, также получился лилейпутом. Масса всего 1154, что меньше чем у TUZA 166. Бак всего на 50 литров, но стоимость получилась сопоставимой – 17700. Комплектуется Гурбай 4 четырьмя двигателями – KR104, 115, 120 AT и KR Custom 160 мощностями от 30 до 72 тысяч. На автомобиль можно установить либо стандартную, либо высокую подвеску. Это позволяет варьировать размеры шин от 29 до 31 дюйма. Точные коэффициенты трения разного рода покрышек по разным типам поверхностей для этого автомобиля указаны в таблице. Обратите внимание на то, что шины OG1 являются эксклюзивными для Гурбай 4 и обладают весьма неплохими коэффициентами для бездорожья и грязи. В свою очередь автомобиль имеет возможность установки на него блокируемого на пониженной передаче дифференциала, подключаемого полного привода, может комплектоваться разными коробками передач, серийной, с точной регулировкой, магистральной и снегоходом. Имеет возможность установки двух типов верхних багажников. Оба содержат 100 ремкомплектов и 40 литров топлива, но в большем еще есть и одно запасное колесо. Как и все скауты в игре, Гурбай имеет возможность использовать все стандартные прицепы для скаутов. Обратите также внимание на тот факт, что заднемоторное расположение существенно уменьшает вероятность повредить двигатель при лобовом столкновении. Теперь стандартное испытание скаута на стандартном маршруте, для выявления его средней конкурентости среди всех остальных скаутов. Если вы не понимаете о чем речь, посмотрите видео по подсказке справа вверху. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Звучит блок Vel guess ДimaTorzok ДimaTorzok фазы 7. Это скаут низшего сегмента, который явно тяготеет к середнякам. Лучший с двигателем 160 кастом. Благодаря ему достаточно быстро. Благодаря эксклюзивным шинам УГ-1 и небольшой массе обладает достаточной мобильностью. А благодаря невысокой стоимости его можно рекомендовать в начале игры. И на этом про Гурбай 4 из фазы 7 информации у меня больше нет. Всего хорошего и до встречи в новых видео.